на этом уроке мы с вами говорим про мутационную изменчивость напоминаю что это наследственная изменчивость все что затрагивает гены и днк наследуется мы с вами вообще живем среди мутантов потому что все признаки растений животных грибов бактерий когда-то в процессе эволюции были мутациями да и если вообще так посудить то по сути мы с вами тоже в какой-то степени мутанты потому что те признаки которые есть у нас с вами когда-то были мутации то есть когда-то например процессе эволюции не было белых зайчиков в лесу и когда-то появился зайчик в результате мутации с белой шерстью и другие смотрели на него и такие ты чё мутант и так как этот признак помогал выживать этому зайчику в окружающей среде эта мутация закрепилась закрепилась естественно отбором то есть они получали преимущество борьбе за существование их меньше съедали другие хищники и в итоге эта мутация стала не мутации уже нормы определенным признаком и вот так и происходит эволюция и так мутации сами по себе это не какой-то страх смерть ужас мутации сами по себе это просто генетические изменения а то насколько это плохо или хорошо уже определяет среда в которой они появляются насколько этот признак будет полезен или наоборот вреден то есть мутации это какие-то внезапные скачкообразные изменения наследственного материала клетки которые связаны с изменением генотипа и конечно же наследуются если мы будем характеризовать мутационную изменчивость что можно про нее сказать что изменения затрагивают генотип и наследуются изменения носят скачкообразный характер то есть они внезапно появляются мы не можем знать какой конкретный момент какой момент времени где произойдет мутация изменения индивидуальные и возникают у единичных особей то есть это не как при ненаследственной изменчивости все загорали и у всех появился загар а здесь у каждого свои какие-то мутации и у каждого они будут не похожие на другие изменения при этом неадекватные условия окружающей среды они не носят приспособительный характер они просто появляются они носят независимый характер они могут быть как полезными в данной среде так и вредными так нейтральными и мутации могут привести к образованию новых признаков у организма или наоборот к его гибели к сожалению в целом если мы будем классифицировать мутации здесь достаточно много классификаций во-первых по характеру изменения потому что изменилось мы можем разделить их на биохимические физиологические и анатома морфологические биохимические мутации это тогда когда у нас мутациям подвергаются какие-то химические вещества например белки ферменты которые могут там либо вообще перестать катализировать какую-то реакцию либо наоборот ускорить например альбинизм альбинизм на самом деле это мутация которая связана с отсутствием в организме фермента который отвечает за синтез пигмента меланина и это мутация но физиологические это те которые затрагивают какие-то физиологические процессы и анатомы морфологические это когда у нас есть какой-то аномалия в формировании органов или систем органов например там какое-нибудь недоразвитие желудка да и изменение формы чего-то ну в общем анатомия про форму по степени приспособленности мы можем разделить их на полезные вредные и обязательно допишите себе полезные такой вот майлик вредные и обязательно еще нейтральные это какой-то ухмыльчивый вот это нейтральные нейтральные мутации полезные например белая краска зайцев опять таки наши когда он не заметен на фоне снега и конечно такие мутации они будут поддерживаться естественным отбором потому что они помогают выживать вредные будут конечно же устраняться например там я не знаю формирование слишком длинного хвоста у кого-нибудь который мешает убегать от хищников и так далее они будут выбраковываться а нейтральные они не влияют на жизнеспособность но они тоже очень важны почему важны эти нейтральные мутации потому что эта мутация будет нейтральной только в определенных условиях а если какие-то условия изменятся то нейтральная мутация может стать полезная на самом деле то есть получается что мутация создает резерв наследственной изменчивости для есть естественного отбора ну например давайте есть такая мутация серповидно-клеточная анемия кто знает при серповидно-клеточной анемии у нас нарушаются немножко структура гемоглобина белка который находится в эритроцитах то есть эритроциты в норме они такие двояко вогнутые все нормально но если есть серповидно-клеточная анемия то формируется такая вот серповидная форма у эритроцитов и такие вот эритроциты они не способны транспортировать достаточное количество кислорода поэтому организм будет испытывать кислородное голодание и в конце концов он будет погибать но если гетерозигота организм будет если организм гетерозиготен по этому признаку то эритроциты изменяются не слишком сильно они могут немножко приносить кислород то есть организм будет вполне жизнеспособен при этом у таких людей будет появляться небольшое преимущество они будут устойчиво к заболеванию малярии потому что в их эритроцитах которые немножко измененной формы не может размножаться малярийный плазмодий а малярийный плазмодий это собственно возбудитель малярии и в результате особи которые будут гетерозиготны по этому признаку они будут выживать и как раз в африке где очень большое распространение имеет малярия у людей у которых гетерозиготные вот такие вот его генотипы у которых немножко изменена форма эритроцитов несмотря на то что это мутация вообще да они получают преимущество и соответственно там больше будет именно гетериозюгот хорошо идем с вами дальше по направленности мутации могут быть прямые обратной но это когда мутации прямые то когда у нас в гений произошла мутация а обратный когда в этом же гений произошло обрад de мутация конечно же обратной встречается очень редко по не локализации а по кота по возникновению по возникновению спонтанные индуцированные это как если вы Представьте, идете и просто споткнулись случайно Я постоянно споткаюсь, но кто-то возможно тоже Это как бы спонтанно произошло Но если вы идете на каком-нибудь скользком полу Это как бы индуцированное падение будет, если вы споткнетесь Потому что там вот этот скользкий пол вызвал ваше падение И здесь точно так же Спонтанные мутации возникают на самом деле постоянно Представьте себе, у человека порядка 6 миллиардов Это сколько нулей-то? 9 нулей, да? Вот столько вот нуклеотидов И это, ну давайте даже посчитаем, да? Сколько это книг? Дай ему телефон 6 миллиардов нуклеотидов Если на одной странице в книге у нас помещается порядка 1500 знаков примерно Ну там какой-нибудь маленькая книжка, опять, да? То сколько у нас будет страниц? У меня калькулятор отказывается знать число такое даже Он знает максимум 600 миллионов Ну ладно, в общем, потом посчитаем Короче, это очень-очень много книг Порядка там больше, чем 8 тысяч точно книг И если вы будете их переписывать самостоятельно То вы так или иначе где-то допустите ошибку И точно так же ДНК, она постоянно удваивается Она постоянно делится Что-то еще с ней происходит И, конечно же, где-то так или иначе возникают случайные ошибки Это будут спонтанные ошибки Которые просто спонтанно, независимо ни от чего возникают А вот индуцированные мутации Это когда чем-то вызваны эти мутации А именно чем они вызваны? Они вызваны мутагенами Мутагены Мутагены это такие факторы, которые вызывают мутации И мутагены могут быть разные Мутагены могут быть физические Могут быть, например, химические И могут быть еще биологические мутагены Биологические Физические мутагены Это, например, ультрафиолетовое излучение Которое вызывает мутации Химические Это различные химические вещества Например, канцерогены Они вызывают раковые заболевания, например, тот же колхицин, который вызывает геномные мутации И биологически это, например, какие-нибудь вирусы Хорошо, идем с вами дальше В зависимости от типа клеток у нас могут быть половые, которые передаются потомству при половом размножении То есть мутация происходит в половой клетке Или соматические, которые происходят не в половой клетке И, соответственно, они будут передаваться только если растение вегетативно размножается Или могут сами проявляться у осени, у которой это произошло Вот, также можно разделить мутации еще и на ядерные и цитоплазматические Ядерные и цитоплазматические Цитоплазматические мутации связаны с нарушениями ДНК вне ядра А где у нас еще есть ДНК вне ядра? Конечно же есть в хлоропластах и митохондриях То есть там тоже может что-то произойти А вот ядерные мутации, ну это когда у нас непосредственно в ядерном аппарате происходит что-то не так Ну вот, собственно, факторы, да, которые вызывают изменение ДНК и генов Мы про них сказали Ну и еще одна классификация, более важная для нас Это деление мутаций на геномные, хромосомные и генные мутации Поехали! Первый, давайте рассмотрим генные Генные по-другому называют точечные Можете себе написать Точечные, то есть они как бы бьют в точку ДНК Это точечные мутации, генные мутации Что может происходить? Это все, что связано с изменением нуклеотидов А что может произойти с изменениями нуклеотидов? Например, может произойти выпадение нуклеотида Как у нас здесь показано Вот первое, это нормальный ген А у нас может выпасть какой-то ген Вот он выпал Это выпадение нуклеотида Может произойти так, что наоборот Какой-то лишний нуклеотид встроится Встраивание нуклеотида может произойти либо может произойти замена нуклеотида вместо одного заменился другой либо либо может произойти дупликация дупликация но это по сути относится как бы к вставке лишний но можно отдельно выделить дупликация это удвоение нуклеотида вот и казалось бы ну что в этом такого всего лишь один нуклеотид зачем почему это важно давайте напишем себе три слова код пил сок мы знаем что что вообще такое открытая рамка счета что такое рамка считывания в принципе да мы знаем что у нас одна аминокислота это 3 нуклеотида и если у нас произошло выпадение одного нуклеотида допустим вот этот вот буковка п у нас выпала у нас получилась вот такая вот последовательность и первая аминокислота у нас скот дальше из дальше ок и какой-нибудь там еще нуклеотид то есть получилось совершенно другая последовательность вообще поменялся смысл и с мутациями точно также изменения ведут к тому что в результате у нас будет синтезироваться белок с другой аминокислотной последовательностью и это приводит к различным заболеваниям например например серповидно-клеточная анемия или там фенил кетонурия или гемофилия альбинизм сюда же дельтонизм сюда же то есть казалось бы всего лишь один нуклеотид выпал или наоборот вставился и заменился и вот такие вот серьезные последовательности идем дальше следующий вид мутации это хромосомные мутации если генные связаны были именно с нуклеотидами то хромосомные это что-то уже связанные с хромосомами логично предположить по названию что может произойти с хромосомами давайте посмотрим вот на этой картинке ну во первых во первых у нас может произойти потеря участка хромосом давайте нарисуем себе хромосомку это короче у нас хромосомка у нас может произойти потеря участка хромосома в результате того что просто оторвется часть хромосома и все у нас нету части хромосомы при этом сохраняется ее центромира но часть генов она теряется это очень плохо дупликация может произойти дупликация это удвоение генов в определенном участке хромосомы при этом у нас один участок хромосомы будет представлен более одного раза то есть вот это вот дупликация у нас ручка два раза представлена может произойти транслокация транслокация тоже межхромосомные перестройки когда у нас часть гена просто переносится на другую хромосома Может быть перенос на негомологичную хромосому. И, соответственно, будет изменяться вообще сцепление генов. Ну, тоже очень плохо. И лишняя часть теперь тут, короче говоря. Это у нас будет называться транслокация. Ну, собственно, вот здесь то же самое показано. Транслокация, дилеция, дупликация. И может произойти инверсия. Инверсия это разворот участка хромосомы на 180 градусов. У нас теперь рука не в привычном месте, не вот здесь вот пальчики, а в другом. Это разворот на 180 градусов. При этом, конечно же, тоже меняется последовательность сцепления генов. Вот она инверсия показана. Пример хромосомной мутации у человека это дилеция в коротком плече пятой хромосомы. Это приводит к тому, что развивается такой синдром, называется кошачьего крика. Почему он так называется? Потому что он на это похож. Дети им болеют. Для такого заболевания характерно то, что ребенок будет как бы кричать как кот. Там есть очень много других симптомов. И, как правило, такие дети не выживают. То есть, там будет и умственная отсталость. И вообще, из-за чего он так кричит странно? Из-за того, что наблюдаются аномалии в развитии гортани. Также там будет, может быть, сращение пальцев и так далее. Центральная нервная система будет плохо работать. Очень много симптомов. Про заболевания мы еще поговорим попозже чуть-чуть на вебинаре. И у вас в конспекте будут различные заболевания. Нам нужно знать, какие заболевания относятся к чему. Примерно хотя бы. Какие геномные, какие хромосомные, какие гены. Так, хромосомные обсудили. Синдром кошачьего крика. И геномные мутации это изменение количества хромосом. То есть, количественные изменения хромосом в клетке. Они являются результатом нарушения беретена деления. Которые приводят к нерасхождению хромосом в миозе. И встречаются два вида основных таких мутаций. Это полиплоидия. Кратное изменение набора хромосом. Или анеоплоидия. Изменение набора на 1-2 хромосомы. Полиплоидию на самом деле часто используют люди. Для того, чтобы выращивать растения с более ценными признаками. То есть, какой-нибудь виноградик, который имеет набор хромосом 8 или 6 N. Он может быть гораздо слаще. Более иметь ценные признаки для людей. Чем обычный виноградик. То есть, это используют в селекции. Но животные полиплоиды, как правило, не выживают. А анеоплоидия. Это увеличение или уменьшение числа в креотипе на 1-2 и так далее. Подобные аномалии связаны с нерасхождением 1 или нескольких хромосом. И если у нас хромосома утраивается, то мы называем это 3-самия. Если у нас 1 хромосомка будет в паре. То есть, х здесь ничего. Или вот это 3-самия. Если наоборот 1 хромосомка, то это моносомия. Или тетра-самия. Если у нас 2 хромосомы добавляются. 2N плюс 2. Тут есть название в зависимости от количества. То есть, типа тетра это 2. Тетра это 4. То есть, 2N плюс 2 тетра-самия. Вот. Потому что в одной паре хромосом возникает 4 хромосомы. Это тетра-самия называется. Ну, вот и все. В целом мы на это все посмотрели сейчас. Самое главное. Единственное, что хотела сказать еще. Анеоплоидию иногда могут называть еще гетероплоидии. То есть, если встретите такое, тоже не удивляйтесь. Гетероплоидия. Анеоплоидия. Вот и все. Мы с вами посмотрели на разные мутации. Вот она причина анеоплоидии. Да, мы видим, как гомета разошлось. Здесь нет вообще хромосом. Здесь лишнее. Ну, и вот они примеры геномных мутаций. Полиплоидия. Анеоплоидия. Мы видим, да, что полиплоидия у растения приводит к тому, что оно какое-то более красивое для нас. Мы с вами сейчас прошли наследственную изменчивость. А дальше говорим про цитоплазматическую изменчивость.